А кто у нас там на напито? Прудник? Нет, нам нужен быстрый и жесткий парень, поэтому ставим Мулина. Поехали. Пойду за Варичкой схожу, наверное. Так, ну что, это у нас пресезонный турнир. А, какой турнир? Пресезонный матч Рубин в Эскарде. Игроки выходят на поле, разминаются Еременко, что так говорит. Торбитскому состав Рубина на ваших экранах. Схема 4, 2, 5, 4, 2, 3, 1. Аналогичная схема у Кардифа, только у Кардифа не ЦАП, а ЦП на острие. Ну и мы начинаем. Так, ну что, ребят, поехали, смотрите. Есть такая тема. Либо такая камера, значит выбираем, либо такая камера. Либо есть очень крутая камера, но так как экран здесь всего 480, я не знаю, стоит ли вообще играть такой камерой. Не знаю, но мне нравится. Мне нравится. Сейчас яркости прибавим немножко, чутка-чутка. Давайте пока поиграем на этой камере. Нет, хрень. Ладно, что-то я много говорю. Это встретимся, когда будут какие-то опасные моменты. А вот и первый фол. Повезло, что желтая, в принципе. Шрафной удар. Ой, да идите нахер. Как это так вообще возможно? Уиттенхем забивает нам первый гол. Я вообще... Как? Ну подумаешь, ну зацепил паренька. Ну бывает. С кем не бывает. Ну серьезно. Блин, он... Блин, это идеальный удар. Ну почти. Ладно, сейчас Мулин пройдет всех. И это Мулин, он... Он действительно проходит всех. И... И будет бить? Блин, ну... Ну, Мулин, надо было... Где же твоя командная борьба? Надо было пас отдавать все-таки. Потому что удары у него еще не такие крутые. Но... За его ровенье, конечно же, ему нужно сказать спасибо. Пойдемте-ка мы... Я думаю, в атаку. Торбинский принимает здесь забегание от... На, Кузь... А-а-а... Вот Кузьмин, блин, а... Ух ты! И Цезарь на вас! Защитник как-то тут оказался... Бей... Ну бей, бей! Ты твою ж мать, а... Ну как? Все же, казалось бы... Просто бери и бей. Бей! Блин, нет. Хрень. Хрень. Ну пока атакуем неплохо, но все-таки счет не в нашу пользу. Ух ты! Отскок на Ерё... Не-не-не-не... Не успевает. Шаронов подкат. Шаронов тоже... А, и это один в один, да? И это гол. И это 2-0. Карли, вот вам АПЛ-ка! Вот вам АПЛ-ка! Привет, ребята! Из АПЛ! Ха-ха! Ну Шаронов... Тоже... Виноват. Ну в принципе, давайте тогда сделаем баланс. Зачем нам эта атака? Которая нам... Ну в принципе, нам нужно сейчас в атаку идти, потому что по-другому никак. В Акасу! Давай, вперед! И прострел на Мулин, на Му... Нет, Мулин даже не открывается там. Что-то Финт хотел сделать, не получилось. Не знаю. Э! Ну бей как-то... Как-то я не знаю. Активнее, ребята... Какая-то схема тоже так себе, если честно. Бердыевская еще. Так, а вот это... А вот это хорошая комбинация была. Только, наверное, заблочит. Да, заблочит. А вы пока подписывайтесь все-таки. Все-таки подписывайтесь на канал. Так, Финт. Надо было под себя его делать. Финт. И опять что-то куда-то... Не туда. Удар хороший был, но... Не точный, не точный. Так, подбор за Еременко. Так, тут разберутся. Кузьмин. Шаронов, Цезарь. На вас. Ну и это тут уже... Долгая атака будет. Ух ты, как развернул. Прострел. Мулин с разворота. Не-не-не. Ай, надо было придержать. Ну, атакуем. Главное, что атакуем позиционно. Но все-таки пока что каким-то таким опасным моментом. А тем более к голам это не приводит. Так, хорошо в обороне. И тут Еременко. И видите, и сразу... Вот эта проблема схемы 4-2-3-1 с ЦАПом. Когда нету свободных мест, там нападающий... Когда ЦАП дает нападающему мяч, там практически, фактически нету никого. Ух ты. Эй, эй. Удар. Ай. Во вратаря прямо. Ну и свисток. И угодим на перерыв. Сейчас попытаюсь что-то изменить. 29. Что? Блин, не туда. А, 71. Точность пасов 90. Вы видите это, ребята? Там какая-то шля... Ладно, давайте больше прессинга. Сейчас сразу же давим на... Ё-моё. Сразу же давим в начале матча. А, и это проходит, да. Ну, Рыжиков молодец на выходе, красавчик. Вакасо. Ну и побежал, побежал. Ну вот опять этот баг с... А, вот вроде пропал. Шаронов опять ошибается, ошибается. Фу кыш. Я думаю, возобновить карьеру также за Манчестер Юнайтед. Но там, правда, совсем другой Манчестер Юнайтед. Поэтому лучше что-нибудь другое придумать. Идеи в комментах пишите. Так, прострел Еременко. И это какая-то, конечно, была фигня. Ну, а что Еременко тут еще делать было? Конечно же, только бить. Но бить надо точно. Тут как штрафной забили нам. Перехват. Мулин. Разворот. Что-то какие-то у нас провалы. Прям вообще в обороне. Это не шутки, если честно. Рыжиков красавчик. И на выходах что-то мы не... Ай. Сейчас попробуем. Еще есть время. Так, все, в атаку, в атаку, в нападение. Так, ну-ка забеги. Ух ты, Кузьмин, хорошо. Финт. И там Мулин уже ждет, не дождется, когда ему навесят. Еременко. Мулин. Мулин. Я думаю, он скоро уже встанет от таких забегов, набегов. Так, Еременко сохранить. И вот видите, и сразу его встречают в пятером. Так, оставил Вакасо. Здесь можно придержать. Отдает нам Вингу. И это что? Это травма он нам на нее. Мулин, бей. Угловой сейчас попробуем. Первый угловой, кстати. Разыграть не буду. Попробую под... Ой, ну это вообще... Это вообще... Не тот Рубин, которым я играл. Побороться. Надавить. И Кардив прям... Кардив молодец. Хорошо играет. И Шарона в подкате выгрызает нам мяч. И здесь финт и фол. И вот туда его, туда его. Ай, нет. Не точно. Опять не точно. Надо будет схему менять, я думаю. Потому что проблема в схеме. Так. А что? Никто не двигается. О, это походу баг. Ага. Ну, до свидания. Ну, зря снимал, что ли, да? Матч против ЦСКА. Поехали. Итак, мы находимся на... Не помню, в каком стадионе. Скорее всего. А, итак, мы находимся на стадионе Казань-Арена. Матч против СС и против Рубин-Казань-ВССК-Москва. Кстати, вот ЦСКА тоже играет по схеме 4-2-3-1. И, как вы видите, идет снег. Очень странно. Почему же идет снег? Ну, не суть. Давайте дальше продолжаем. Вилла здесь. Винго. Вакасу. Вернемся, когда будет что-то опасненькое. Ух ты, Еременко. Удар. И, к сожалению, Акинфеев берет. Давайте посмотрим поближе, что же это было такое. Ну, не знаю. Мне, в принципе, понравилось. Ух ты, обыграл. Обыграл. Вот здесь можно, в принципе... Так, забегай, мальчик. Я тебе хочу пас отдать. Вот. И Кузьмин забегает. Даже попробует подать. И Прудников попытался пробить. Кузьмин. Кузьмин. Пас отдай. Так, Еременко. И обороны ЦСКА все-таки. Съедает нас. Эх, хотел Фин сделать. Вот все в этой Фифе на Финтах, да? Так. Ну-ка, заброс. На Торбинска. Торбинский. Мягко. Мягко. Кузьмин. Ах, Торбинский помешал мне отдать передачу. Не знаю, не сломались ли у вас еще глаза от такого графона. Он и Шаронов принимает участие в атаке, но не точный пас. Однако, однако. Кстати, я предлагаю сделать пробитие пенальти для Шаронова. Кстати. Может быть, он у нас с каким-нибудь топ-бомбардиром будет. Но у нас удар, кстати, здесь можно хорошо закрутить. Я вот сейчас попробую, не знаю, нет, это вообще не то, что я хотел. Я хотел в ближний, а он пошел крутить в дальний. Давайте посмотрим. Очень самонадеянный и хороший удар от Дзагоева. И навес. Пошел. Но здесь... Кстати, 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 кстати... И Пасик. И Пасик. И Еременко может стать... Ух ты, командная игра! Командная игра! А вот это мне понравилось! Вот это мне понравилось! Я серьезно говорю, это просто генерально... Генерально... Генерально это было, ребята, ребята. Давайте посмотрим на всю атаку. Торбинский, значит. Его здесь Игнашеевич прессингует. Я не стал бить вразрез, не знаю почему. И Еременко. И здесь как бы уже либо бить, либо... Ну, тут Акинфеев бы затащил, да? Но здесь... Никто! Никто не закрывал Вакасо. И Вакасо... Кстати, а почему-то там Торбинский, видите, просит мяч. Не знаю, почему он там просит мяч, не знаю. Ну, и Вакасо в пустые ворота забивает. Вот, я думаю, хотя бы одного мы сможем урвать. То есть мы Аршавина, Дзюбу берем, скорее всего. Либо Аршавина. Либо Дзюбу, скорее всего. Дзюбу, потому что у нас есть кому бегать. Но все-таки хочется, конечно же, Аршавину взять. И кого-нибудь можно продать и купить Дзюбу уже. Там посмотрим. Очень много можно делать манипуляций. Всяких ей удар... Ой! Да. Это рикошет был или что? Так, попьем водички, успокоимся. И сейчас все внимательно посмотрим. Все началось с того, что правила нарушили мы. Так, Дзагоев навешивает. Вот здесь скидка. Удар от Миланова. Какой-то хреновый. И здесь, видимо, как вы видите, смотрите. Миланов бьет. Еще раз повторяюсь. И тут Думбия. Думбия просто случайно. Я просто думаю, что это именно случайно. Но он именно делает рывок. И Шаронов, кстати, там проиграл. Куда-то ушел. И Рыжиков тоже думает, что удар идет. Не туда. И вот такая шняга. Ай, залетает. Так, проталкиваем. Все-таки ему мяч. Торбинский. Здесь там Азмун должен уже стоять. И быть готовым к удару. Все-таки он пробил. И это какая-то баганутая фигня сейчас была. Смотрите. То есть он пробил. Но пробил прям защитника. Так, еще раз. Акинфея выносит. И Азмуна просто сносит. Ай. Сразу же не могут включиться в игру. Скорее всего, это ничья. Но все-таки, в принципе, неплохо. Даже если ничья. Это нормально будет. ССК сыграть ничью. Думаю, вполне достойно. Там же снесли нашего. Ну, как. Так, я думаю, нам... Нет, нам не дают. Ну, короче, один-один неплохо, я думаю. Неплохо. Ладно, ребят. Все. Подошел, я думаю, к концу наш этот первый выпуск. Пока что мы все в убытке. Но не суть. Вот совет директоров недоволен. Ничего себе. Мы с ССК сыграли один-один. Они недовольны. Нет, они какие-то. Ладно, ребят. Всем пока. С вами канал Русси Пэс был. И следующая игра будет против Гамбурга. Не менее сложная. И очень интересно. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока. Если кто не понял, графика такая была, потому что мобилка сломана. Да, и, кстати, у меня есть новые наушники. Если хотите, сниму распаковку. Вот. И все такое. Все. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!